Сегодня у нас разбор очередного видео из серии карате против. Я уже делал похожие разборы карате против бокса, карате против ниндзя, спарринги в карате и правила, которые мешают. Короче, все ссылки я оставлю в описании. Обязательно посмотрите, если еще не видели. И вот на днях я наткнулся на очередное видео, которое называется карате против айкидзюд. Главное название. Никогда не предполагал, что это может быть так эффективно. Конечно же, я не смог пройти мимо. Давайте посмотрим. Суть, короче, вот в чем. Вот этот японец, это блогер, у которого канал посвящен карате, где он снимает различные реакции, обучалки. И вот он пришел в гости к представителям айкидзюдсу, чтобы снять парочку видео. В одном он там изучает техники айкидзюдсу, а в другом, собственно, спаррингует с их сенсеем. Вот его-то мы сегодня с вами и посмотрим. Короче, начинается спарринг, и мы сразу видим эти занимательные спортивные попрыгушки. Я прекрасно понимаю, что целью подобных встреч со спаррингами не является поубивать друг друга. Знаете, со всей дури влетать в противника, вбивая зубы и ломая челюсти. Но, блин, во-первых, вот эта замечательная привычка ловить маваши ребрами. Кто вообще это придумал? Кто до этого додумался? Нет, поймать вот такой маваши, это хоть по сто раз в день. Но в реальности, если человек умеет бить, то от его ребер не останется и мокрого места. Еще обратите внимание, что он во время захвата не совершает вращения с отходом, снижая ударную силу, а просто ловит ногу на месте. Пока-пока, ребра. Когда у вас легкий спарринг, это вообще этично, ловить ногу и типа ты такой прием провел. Кто-то сейчас скажет, ну в реальности он и ловить не будет, а вот и нифига, у него это уже рефлекс. И он будет ловить любой маваши, даже тот, который переломает ему ребра. Ну а каратист? Ну посмотрите, с какой легкостью он улетает от броска. Он даже не сопротивляется, не пытается что-то противопоставить, ни захвату, ни броску. Также обратите внимание на вот эту вредную привычку работать одиночными атаками. Каратист никак не подготавливает свой удар, не делает отвлекающих движений или ударов. Просто маваши. Такой удар, конечно же, легко поймать. Прошло только 5 секунд спарринга, а меня уже бомбит. Еще знаете, в чем здесь прикол? По сути, и по габаритам японец, это еще ребенок. А ему противостоит взрослый, крепкий мужчина. Конечно же, у него нет шансов. Ладно, смотрим дальше. Ну вот опять. Каратиста кидают, как тряпичную куклу. Соперник японца, конечно же, явно больше в габаритах. Все, что делает каратист, это ждет удобного момента, чтобы заработать очко. Все, он больше ни на что не заточен. Я даже больше скажу, он больше ничего и не умеет. Вот смотрите, здесь каратист зарабатывает такое свое очко касанием киза мицуки. Причем здесь, с его точки зрения, произошла результативная атака. Но на самом деле нет. Посмотрите на этот стоп-кадр. Обратите внимание на расстояние между перчаткой и головой противника. А если снять перчатку, то оно станет еще больше. Удар достиг своего максимума именно в этот момент, когда рука полностью выпрямилась. Дальнейшая видимость контакта – это лишь результат их сближения. Также обратите внимание на представителя акидзюцу. Руки опущены, в вальяжной походочкой он пытается провести какой-то прием ногой. Проблема спортивного каратэ – это чтобы понять, что происходит, ты должен быть глубоко в теме, чтобы моментально разбирать вот такие ситуации по косточкам. В боксе или ММА все гораздо понятнее. Ты либо попал, и противник зашатался, либо ты не попал. Здесь же лишь имитация удара. Игра в опасность. Скорее всего, даже если бы он реально попал, то таким ударом он не нанес бы никакого урона сопернику. А с точки зрения его противника, вообще ничего не было, и поэтому он, не останавливаясь, продолжает попытку совершить бросок. Да-да, прыгать каратист умеет. Элементарнейший ашебарай. Техника, кстати, обширно представленная и в карате, от которого японец даже не умеет защищаться. Ну что это такое? Тут, конечно же, повторю, что у европейца габариты гораздо больше, и он чувствует себя гораздо увереннее. В отличие от японца, он меньше дергается, ну, это очевидно. Далее он говорит, что, как вы видели, я ничего не могу противопоставить техникам Айкидзюцу. И дальше он будет изучать эти техники, которые выйдут в другом видео. Ну, а у нас начинается второй раунд. И смотрите, снова каратист проводит результативный Гяаку Цуки, но это с его точки зрения. Он результативный. С точки зрения противника снова ничего не произошло. Давайте честно, удара-то не было. Поэтому он спокойно продолжает свое дело и вновь отправляет каратиста в полет. И вот в этом одна из самых больших проблем так называемого современного спортивного карате – это заточенность на одиночные удары. Но нес удар, а что делать дальше, никто не знает. Никто этому не учит, ведь считается, что если ты попал, то убил противника. У-у-у. Да, разница в габаритах тут, конечно, солидная. Смотрите, еще дело в том, что мужик в кимоно во весь рост такой вальяжной походкой просто идет вперед. Ему на самом деле нет причин бояться, ведь он знает, что ему в чайник не прилетит удар. Поэтому он такой весь в безопасности, ведь они договорились не бить, не калечить друг друга. А как каратисту победить-то тогда? Попытка нанести урома ваше, такой чисто спортивный, и с хохотом японец попадается на удушающий. Смотрите на этот момент. Нанося урома ваше, каратист оголяет спину. Особенно такой контролируемый удар. Если бы удар наносился с проносом, то он развернулся бы к противнику лицом, не подставляясь. Ну и явно японец понятия не имеет даже об основах борьбы. Тут о чем мне кажется, дело в том, что этому японцу вообще плевать, что он сливает в чистую. Что никакого карате здесь вообще нет. Для него карате это нечто вот такое, игра в салочки, когда ты просто должен коснуться соперника и должно произойти нечто магическое, наверное. Ну, например, должен взорваться мозг, или человек должен свалиться в припадке, как от электрошокера. Ну, я не знаю, что должно произойти. Дальше он говорит, что, типа, вот, в первом раунде я вообще был беспомощен, а сейчас, после ваших уроков, мастер, я уже лучше реагирую на угрозы. Хотя и во второй раз он летал, как беспомощный ребенок, Вадим Честный. Знаете, в чем проблема вот подобных видео, когда, ну, в нашем случае, каратист приходит в какую-то школу и, типа, они спарингуют? Мы должны задать себе вопрос, ну, не только себе, но и противоположной стороне. Какой критерий победы? Вот в этом видео мы видели две типа результативной атаки каратиста. Кизами в первом видео и Яку Цуки во втором. Но они результативны лишь с точки зрения спортивных правил каратэ. С точки зрения борца они нифига не результативны, и поэтому он продолжал свои действия и, собственно, кидал бедного японца, как хотел. Да, можно сказать, но я же и попал. Но где гарантия, что твой удар настолько хорош, что ты гарантированно вырубил бы соперника? Нас убедили в том, что если правильно заниматься, то все каратисты автоматически одолевают, овладевают и кенхисацию. И мы все, конечно же, уверены, что каждый из нас занимается правильно. Более того, именно ты занимаешься правильно, именно линия твоего японского сенсей является правильной и несет истинные знания. А я вот уверен, что удар у этого японца никакой. Более того, я уже говорил, что, скорее всего, каратэ для него просто некая физическая активность, где о самообороне он даже не задумывается. Для него каратэ должно работать на соревнованиях. В Японии нулевая преступность. Ты можешь пьяным лечь спать на лавочке, и тебя гарантированно никто не ограбит. Мне примерно полтора года назад приглашал на съемки один российский, довольно известный джиу-джитсер. Причем приглашал не он лично, а его менеджер по связям с общественностью или типа того. В общем, они там за него организовывают съемки, я так понял. Я, конечно же, ответил, что я не прочь пообщаться, поспарринговать и все такое. Но про что будет видео? Про то, как второй дан бразильского джиу-джитсу, или какой он там, третий, может, уже борется лучше, чем каратист, у которого лишь базовые навыки самбо из детства. Понятно, что если он меня завалит на землю, я проиграл. То есть я оказываюсь в изначально невыгодных условиях. Я задал все эти вопросы и в конце спросил, какой будет критерий моей победы. Понятно, что это дружеская встреча и ни у кого нет намерений покалечить друг друга. Но как мне остановить борца неборцовскими методами? Речь о том, чтобы пробить Маваши или Майгери, знаете, в полную мощь и выбить оппоненту зубы или пытаться выколоть ему глаза, пока он будет пытаться меня забороть, конечно же, и быть не может. Но, повторю тогда вопрос, как тогда мне победить? Потому что получается, как в сегодняшнем видео. Контролируемый удар был? Был. Но это не остановило поединок. И в итоге картист выглядит полным идиотом. В итоге я понял, что менеджер этот нифига не смыслит в боевых искусствах и попросил связать меня напрямую с этим джиу-джитсером, с которым мы уже нормально, предметно поговорили. И в итоге он признал, что это была глупая затея со стороны его помощников. Всегда надо смотреть на правила. Правила и определяют критерии победы. Поэтому все эти многочисленные видео, типа карате против чего-то, они яйца выеденного не стоят. Вот такой обзор на сегодня. Напишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в этом спарринге и обзоре. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok